В гимназии номер 7 школьному звонку аккомпанируют звонки и голоса учащихся. В колонках монатик, а в классе пения зажигают они. Вокальная студия Фэйтон. Руководитель студии Татьяна Синюта вместе с девочками делает первые вздохи. Традиционно занятие по вокалу начинается с дыхательной гимнастики. Лиза, Наташа и Вика в музыке уже более семи лет. Поют с радостью. Именно так называлась композиция, с которой они победили на международном конкурсе «Зорная к ветке». Среди 120 участников из 9 стран гродненские девочки понравились жюри больше всех. Студия Фэйтон постоянно участвует в областных и республиканских конкурсах, где занимает призовые места. Они чувствовали ответственность, они слышали на саундчеке, что очень сильные вокалисты, вокальные группы. И поэтому волновались, волновались. Но это им не помешало. Не помешало себя показать достойно. Вот. Они выложились полностью и показали хороший результат. Занятия вокалом проходят два раза в неделю, а иногда и чаще. Кроме разучивания куплетов, юные вокалистки еще и учатся хореографии. Между концертами периодически собирается совет, на котором определяется музыкальная композиция. Этот этап подготовки, признается Татьяна Ивановна, для нее самый сложный. Ведь дома приходится знакомиться с молодежным репертуаром. Например, дерзкой Тимоти, не надо стесняться Дорна и патимейкерам. Законы демократии, говорят девочки, никто не отменял. Я обычно прислушиваюсь к желанию, потому что я всегда говорю, что вокал – это радость. Если им не нравится, то оно ничего не пойдет. То есть я всегда слушаю песни, которые они слушают, чтобы определиться. В гимназии, как и в Хогвартсе, у каждого учащегося своя способность. Здесь есть целые классы, в которых учат определенному виду искусства. О большом потенциале юных дарований гимназии номер 7 можно судить по тематическим выставкам. Это, например, дело рук студии «Радуга». А здесь постарались ребята из Шароуна-Хашкла. Здравствуйте! Это все происходит на факультетах занятий. То есть мы занимаемся рисунком, живописью, композицией. То есть по порядку. Детки, где-то около 40 человек у нас. В студии, студия «Радуга» у нас называется. Сейчас детки от 7 до 10 лет осваивают технику ДПИ. Аня увлеченно что-то создает. Аня, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Открытку делаю. Кому? Маме. А расскажи о своей открытке. Что там вот нарисовано, что наклеено? Мама и я. А можешь ее показать нам? Расскажи, где мама, а где ты? Здесь мама, а здесь я. А почему у тебя нет глазиков? Я еще не доделаю. А, я тебя отвлекаю. По серьезному взгляду девочки вижу, что да. Идем дальше. Витражная роспись по стеклу. По технологии сначала краской наносится контур, а потом отдельные элементы разрисовываются. Самокритичная Юля почти закончила свою работу. Я еще не профессионал, мне было сложновато наносить контур. Кто-то из ребят выбрал декупаж. Этот комод вскоре будет украшен цветами. Без классики никуда. Подсчет хореографа «Язык тела» осваивают мальчики и девочки. Со всей серьезностью танцоры образцового коллектива «Лихтарики» принимают первую позу и смотрят только перед собой. Список образцовых коллективов гимназии номер 7 «Шаровное шкло», «Радуга-Лихтарики» может дополнить и студия «Фаэтон». Призовые места в областных и международных конкурсах вокальная студия завоевала уже давно. Это, пожалуй, один из главных аргументов. Учащиеся гимназией, кроме точных и гуманитарных наук, могут раскрыть и свой творческий потенциал. А это ключевой момент в становлении личности. По какому пути пойдет ребенок, покажет время. Сейчас же у него просто счастливое и продуктивное детство. Продолжение следует...